Поговорим сейчас о новом приложении. Называется оно «Системы оповещения 112». Для этого в нашей студии появился Валерий Кольчук, ведущий специалист отдела мониторинга и прогнозирования Центра ГОИЧС Красноярского края. Доброе утро. Здравствуйте, Валерий. Я лично установила себе это приложение. Зачем оно? Да, у вас спрашиваем зачем, а дальше расскажу, чего вижу я. Да, конечно, я вам расскажу. Получается, данное приложение необходимо для того, чтобы человек, ну, который, соответственно, на него подписался, был в курсе всех оперативных событий, которые происходят в данный момент по Красноярскому краю. И самое главное, что вся информация была, чтобы достоверной по ним. О каких событиях мы говорим? Ну, допустим, это разные могут быть категории, допустим, ДТП, ЖКХ, техногенные пожары, лесные пожары и так далее. Их довольно много, этих событий. То есть какие-то обычные пожары, да, мы их там не найдем или найдем? То есть вот сейчас, на 60 лет октября, там пожар. Вот можно о нем узнать какую-то информацию? Да, эта информация там тоже появится. Ну вот смотрите, я для себя вижу, что здесь можно настроить себе, значит, особым образом. Не только город Красноярск. По Красноярскому краю я могу выбрать несколько городов. Например, бабушка в одном месте, родители где-то в другом, да? То есть я выбираю, например, Красноярск, и далее у меня выпадают как раз те самые категории. Давайте, друзья, я вам их прямо перечислю. Давай. Немного больше, чем две, но все-таки есть связанные с экологией, и чрезвычайной ситуацией, транспорт, кстати, про ДТП можно все подробно узнавать, терроризм, плановое отключение, мероприятие, криминал информирования, здоровье, дороги, аварийные отключения. А здоровье это про что, если пандемия снова начнется? Да, ну, тем более сейчас же сезон с различными респираторно-вирусными заболеваниями, поэтому там будет публиковаться вся информация, которая будет поступать. Ну вот смотрите, я выбираю для себя только то, что мне интересно получается, да? Я могу что-то не получать. Вы выбираете в данном варианте приложения то, что нужно конкретно вам. Ну, можете вы и сами все выбрать. То есть не могу ручаться за всех, некоторым людям нужно конкретно вот то-то, 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 а некоторым проще смотреть на абсолютно всю информацию, чтобы информационная раскладка была полностью вся сразу перед глазами. Ну, то есть тут уже каждый решает сам, что ему конкретно надо. Сейчас люди знают об этом приложении, скачивают? Да, конечно, у нас сейчас идет рост подписчиков данного приложения. То есть получается для, ну, как для информации, за февраль у нас подписалось 39 тысяч человек на данное приложение. Очень здорово. И что самое интересное, это в 6 раз больше, чем за предыдущий до него месяц. То есть у нас есть три лидера, это получается Красноярск 32 тысячи, Норильск 3 тысячи и Лиссасибирск 1300 человек. А всего у нас на данный момент, если не ошибаюсь, 356 тысяч человек по Красноярскому краю на него подписан. Давайте расскажем, как приложение искать. Вот мы заходим в App Store, Google Play, и что мы должны ввести? Система оповещения Красноярского края, либо можно через сайт GOHS, там на центральной странице находится информационный баннер. И можно, вот как написано, доступно в Google Play и App Store, и по ним можно переходить. Там будут, должны быть QR-коды, по которым можно перейти на данное приложение. Но я могу сказать, что я просто вот внесла систему оповещения 112, у меня все скачалось. Но через сайт мы знаем, что у некоторых наших коллег не получилось просто так найти, поэтому, возможно, для вас будет вот как раз переход через сайт вариантом. Так, конечно. Итак, что еще у нас есть? Какой функционал у приложения? Я вижу, что здесь есть температура, ну почему-то минус 25, что облачно, есть показатель влажности. Мне кажется, просто у меня не обновилось что-то. Да, вот сейчас смотри. Это ты с Валерием уже лично пообщаешься, что и как тебе обновить. Нет, ты спрашивал про пожар. Крупный пожар. Вот она информация. Да, вот новости. Мы видим Свердловский район, крупный пожар. 7 метра сообщения. 6.40. По информации, 01 Свердловский район, 60 лет октября, дом 140. Загорание автосервиса на площади более 500 метров квадратных. Площадь пожара увеличивается. Работают пожарные расчеты. Ага, интересно. Посмотрите, обновляется очень быстро, потому что мы буквально вот сами узнали об этом недавно, и уже это есть в приложении, главное его обновить. Кто-то еще ты хочешь посмотреть? Твои личные данные. Я тебе и так скажу, что я 86-го года рождения. Спасибо большое. Валерий, мы вас благодарим, приложение интересное. Подожди, надо спросить, что-то еще совершенствоваться будет, мы знаем, что заработать сейчас. Да, конечно. Что нового, да, потому что пока вот мы на главной странице видим новости и предупреждения о погодных каких-то вещах. Самое главное, что сейчас планируется к усовершенствованию, это то, чтобы приложение стало намного, во-первых, проще для пользователя. Потому что, как вот мы уже раньше это все рассмотрели, то есть вот сам этап, то есть скачали, зарегистрировались, выбрали район или группу районов, затем нужно выбрать категории. Да, для некоторых это удобно будет, но для большинства людей это все-таки немножко лишний функционал, лишние действия. Поэтому работаем над тем, чтобы просто вот была по конкретному району сразу вся раскладка и хотя бы, чтобы проще ориентироваться было. Ну, мы тогда желаем вам, чтобы это все получилось, потому что нам, как потребителю, это, конечно, удобнее. Приложение называется «Система оповещения 112». По этому запросу вы можете найти, либо зайти на сайт ГОИЧС и там с сайта уже перейти в App Store или Google Play или с помощью QR-кода скачать себе на мобильное устройство. У нас в гостях был Валерий Кольчук, ведущий специалист отдела мониторинга и прогнозирования центра ГОИЧС Красноярского края.